МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите сквозной американский эфир на канале РТВ. С вами в Нью-Йоркской студии Лиза Каймина. И вначале коротко главная тема дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спейс-Экс и НАСА готовятся к последнему запуску астронавтов на космическую станцию в этом году. Нобелевскую премию по химии присудили ученым Кэролин Бертоцце, Мортену, Малделу и Барри Шарплису за эксперименты в области клеточной и молекулярной химии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, начнем вот с чего. Принимая решение о покупке того или иного продукта питания, мы всегда заботимся о безопасности. Мы смотрим, что за дата указана на этикетке, когда истек срок годности, истекает, вернее, срок годности. Надеюсь, что мы покупаем те товары, у которых срок годности еще все-таки не истек. Также мы смотрим, не просрочен ли продукт и как долго может храниться. Но очень часто люди не знают разницы между различными видами этикеток. И в итоге вполне свежие продукты выбрасываются по-напрасну. Моя коллега Наталья Романова разбиралась, почему. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители пищевой промышленности Соединенных Штатов бьют тревогу. Американцы выбрасывают слишком много продуктов питания, все еще годных к употреблению. Это происходит из-за того, что покупатели не знают разницы между маркировкой «use by» – «использовать до» и «best before» – «лучше до». Работая в пищевой промышленности, мы сталкиваемся с непониманием и заблуждениями, которые возникают из-за маркировки. Существует так много разных этикеток. Люди не понимают, что означают все эти надписи о сроках годности. И в самом деле большинство людей считают, что если на упаковке написано «лучше до», «годенку потреблению до» или «срок годности истек», то есть это уже нельзя. Но это не совсем так. Как оказалось, о безопасности продукта свидетельствует именно маркировка «use by». После указанной даты, даже если продукт еще кажется свежим, употреблять его в пищу нельзя. А вот маркировка «best by» используется именно, чтобы указать качество продукта, который может быть не таким свежим и вкусным, но есть его можно совершенно спокойно. Из-за того, что многие американцы не знают о разнице между этими двумя обозначениями, ежегодно 17% мирового производства продуктов питания оказывается на свалке зря. Такую статистику предоставила Организация Объединенных Наций. А вот по оценкам Европейской комиссии, из 88 миллионов тонн пищевых отходов, ежегодно образующихся в странах ЕС, до 10% выбрасываются именно из-за неверной трактовки этикеток со сроками годности. Американские эксперты считают, что выход из ситуации есть. Нужно просто ввести новые, более понятные этикетки. Одна из вещей, которая стандартизированная фраза. Допустим, если бренд хочет сказать вам о качестве, на этикетке будет указано «лучше употребить до такого-то числа». А если они хотят сделать упор на безопасности, тогда они напишут «годен до». Все эти этикетки, они мешают людям просто наслаждаться едой. И потребители смотрят на цифры, и затем полагают, что продукт испортился, и его есть нельзя. Хотя на самом деле все эти даты могут вовсе не означать, что товар несъедобный или невкусный. А вообще мы рекомендуем просто самим попробовать и определить свежесть, допустим, по запаху. Вкусно ли пахнет? Какова текстура? Можно ли это съесть? А не просто смотреть на дату, указанную на этикетке. Маркировка, которая используется сегодня, была внедрена американскими производителями в 1970-х годах. Это было сделано в ответ на опасения потребителей из-за свежести продуктов. Федеральных правил, регулирующих этикетки, не существует. Каждый производитель сам определяет, когда их продукция будет наиболее вкусной. Но, кажется, для того, чтобы люди действительно узнали разницу между этикетками и перестали понапрасну выбрасывать свежие продукты, пищевой индустрии предстоит еще проделать большую работу. Наталья Романова, Михаил Харченко, Семен Лобачев, RTVI, Нью-Йорк. В США никогда не признают аннексию России украинской территории. Это накануне, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, подтвердил Джо Байден. Вместе с ним в переговорах приняло участие и второе лицо в его администрации, Камала Харрис. Президенту Украины глава Белого дома рассказала о выделении дополнительной помощи на сумму 625 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает дополнительное вооружение и оборудование, в частности, 4 «Хаймерса», 500 высокоточных управляемых ракетных снарядов, 200 устойчивых к подрыву на мини тактических колесных машин, 32 «Гаубицы» и боеприпасы к ним, 30 120-мм мин, противопехотные мины направленного поражения, «Клеймер», противотанковые дистанционные боеприпасы, а также бронетехнику и средства преодоления заграждений. Президент Байден также подтвердил неизменную готовность США расширить санкционные списки в отношении тех, кто поддерживает так называемое включение четырех украинских областей в состав России. Поставки прокомментировали в Пентагоне. Этот пакет предоставит украинским вооруженным силам дополнительные возможности, которые им необходимы для поддержания контрнаступления на востоке и юге страны. Он включает, в частности, дополнительные артиллерийские высокоточные установки. Украина наглядно продемонстрировала способность использовать эти возможности для ослабления российской логистики. Киев таким образом создает себе возможность для маневра и продвижения. А в Госдепартаменте посчитали общий объем помощи, который от США на сегодняшний день получила Украина. По словам главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкина, сумма сейчас составляет свыше 17,5 миллиардов долларов. А вот цитата из опубликованного заявления. «Мы будем продолжать поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью». «Предоставляемые нами возможности тщательно выверены, чтобы добиться наибольших изменений на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров, когда придет время». Конец цитаты. Ну что ж, сейчас мы эту тему тогда обсудим с Джоном Хербстом, директором Евразийской программы Атлантического совета и посла США в Украине. Здравствуйте, Джон. Я приветствую вас в нашем эфире. Спасибо, что уделили нам время. Скажите, что из себя представляет новый пакет помощи Киеву? Ну, это продолжение политики поддержки Украины и лишь защиты Украины от кремлевской агрессии. И мы уже посылали и еще посылаем много оружия, но мы тоже не посылаем всю передовую технику, которую Украина правильно просит. И это тоже продолжается здесь. Все, что мы собираем сейчас посылать, а не только сегодня, но завтра, это старое оборудование, на которое мы уже согласились посылать. Но новая техника, которую Украина хочет, как Атакамс, как Хайморс, но с большей дальностью мы еще не посылаем. А вот, вы знаете, я попрошу аппаратную сделать так, чтобы я нашего спикера слышала вновь в своем приборе, так сказать. Ну и задам такой вопрос. Почему же не дают новую технику? Ну, на мой взгляд, я жалею это. Они все-таки боятся эскалации. Они не разбираются в том, что Путин в то время делает эскалацию, и что намерение Путина – это взять под контроль Украину и потом идти дальше. Если бы они это прекрасно поняли, и это они объяснили американскому народу, я думаю, они могли бы больше посылать Украине, более передовую технику. И тоже американский народ поддерживал бой. А поддерживал бой именно такого шага. Как вы считаете, в какой передовой технике нуждается Украина? Ну, как я уже говорил, речь идет об Атакамус. Это ракет с дальностью 300 километров. Речь идет о Хаймарсе с большей дальностью. Речь идет о танках. Речь идет об истребителях. И тоже о системах обороны от самолетов и от ракетов. А госсекретарь Блинкин в своем официальном заявлении говорит, что все это поможет укрепить позиции Киева до момента, пока стороны не сядут за стол переговоров. Какие условия вообще должны сойтись, так сказать, чтобы вообще это произошло? Ну, только будут настоящие переговоры, когда руководство России понимает, что они не могут диктоваться военным путем над Украиной. И пока Путин вообще это не понимает. Поэтому Украина должна еще продолжать свое успешное контрнаступление. И нам нужно посылать Украине больше оружия. И тоже опять более передовое оружие. А при каком раскладе Вашингтон сможет предоставить Киеву авиацию? Ну, мы видим следующую динамику уже 7 или 8 месяцев. Украина просит что-то, которое ей нужно. Вашингтон говорит нет. Но потом есть какой-то нажим со стороны Конгресса, со стороны критиков, которые были в прошлом официальными лицами. И тоже они видят то, что происходит на поле битвы в Украине. И потом они говорят «да», но то, что раньше они говорили «нет». Но даже когда они говорят «да», они посылают то, что не посылают, в небольших размерах. И это проблема. Слушай, а нас... Да-да-да. Я не исключаю возможность, что когда-то, может быть, через 2 месяца, может быть, через 6 месяцев, Вашингтон решит посылать истребителей Украины. Но пока они не готовы, пока они не готовы посылать танки и посылать атаку. И на мой взгляд, это ошибка. Потому что это значит, что война длится дольше. А вот мы часто слышим, что Кремль и Вашингтон периодически разговаривают по каким-то спецканалам. Понятно, что большинство этих разговоров носят гриф «секретно». Но можно хотя бы предположить, что именно обсуждают стороны? Ну, я знаю только следующее. В прошлых двух недель, или полторы недели, высокопоставленные лица американские, Байден и Соловен, хорошо и сильно выступали по поводу возможного нападения со Кремля с ярданным оружием. Они дали Кремле понять, что наша бить будет очень-очень сильным. И мы услышали, что администрация Байдена тоже передала эту информацию через дипломатические каналы. И я думаю, что так и есть. Но я не знал, скажем, до этого. Был контакт, скажем, на несколько месяцев на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой. Через посольство объекта страны. Да. Но прямо я не знал. Ну, вот, Коля уж мы коснулись темы ядерного оружия, а вот сейчас в прессе циркулирует такая информация о том, что возможен ядерный удар по острову Змеиный. Насколько вы считаете это вероятно, или это все-таки такие слухи? Ну, нельзя это исключить. Но было бы, на мой взгляд, неумно этого ожидать. Нужно подготовиться к такой возможности. Но была бы громадная ошибка испугаться от такой возможности. И вследствие этой боязни не принять сильные решения, чтобы защищать коренные и американские интересы в Украине. Ну что ж, спасибо большое. Джон Хёрст был с нами, директор Евразийской программы Атлантического совета, посол США в Украине. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, а мы идем дальше. Жители города Флинта в штате Мичиган возмущены снятием обвинений с виновных в кризисе водопроводной воды. Судья округа Генези освободила от уголовной ответственности семерых из девяти человек, которым были придавлены обвинения в тяжких преступлениях. Среди них бывший директор Департамента здравоохранения и социального обеспечения штата, бывший главный врач штата, а также специалисты по чрезвычайным ситуациям. Среди них также постановление судьи Элизабет Келли было вынесено после того, как в августе Верховный суд штата Мичиган постановил, что процесс создания большого жюри для предъявления обвинений подозреваемым неправомерен и обвинительные заключения недействительны. В 2014 году, напомню, что город Флинт вывел из региональной системы водоснабжения и начали использовать для снабжения жителей воду из реки Флинт, чтобы сэкономить деньги, пока строился новый трубопровод до озера Гурон. Но речная вода не была очищена. Но в результате в систему более года попадал свинец, загрязняя тем самым воду. И помимо этого в городе произошла вспышка болезни легионеров, которая обычно распространяется через водопровод, и два человека даже погибли. Попытка привлечь людей к уголовной ответственности за катастрофу со свинцом в воде во Флинте длится годами и мало что дала. Но при этом штат согласился выплатить 600 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с жителями Флинта и владельцами недвижимости, пострадавшими от загрязненной воды. В 2015 году Флинт вернулся к системе водоснабжения, расположенной на юго-востоке штата Мичиган. И тем не менее свинец обнаруживали в воде и после этого. Насколько это действительно опасно и насколько это вредно для здоровья, давайте попробуем разобраться. Борис Соголович с нами на связи, врач-пульмонолог. Здравствуйте, Борис. Я вас приветствую в нашем эфире. Ну, прежде всего, чем опасен свинец в воде для здоровья, в каком количестве и так далее? Ну, свинец, конечно, опасен, и он, в общем-то, обычно не вызывает острое отравление и, как правило, вызывает хроническое отравление. Поражается, может поражаться печень, центральная нервная система и, в общем-то, есть определенные нормы, которые говорят о допустимых уровнях свинца. У меня этих цифр сейчас под рукой нету. Но это все должно контролироваться CDC, и свинец – это очень опасно, и особенно для детей, потому что дети, особенно восприимчивые к свинцу, и поражается нервная система, печень и так далее. То есть это, как правило, хроническое отравление. А что касается болезни легионеров, то это другая история, и я могу про это рассказать. Давайте. Вот это как раз был мой второй вопрос. Вы прямо его предугадали. Да. А болезнь легионеров – это, как правило, пневмония, которая вызывается граммоотрицательной бактерией. То есть эта бактерия обычно делится по окраске на положительные и отрицательные. И вот это, в общем-то, бактерия. И эта болезнь не была известна, и названа была болезнь легионеров, только в 1976 году, когда на съезде легионеров американских, заболело 184 человека с серьезной пневмонией. Эта пневмония, она, как правило, протекает тяжело, а изначально выглядит как обычная бактериальная пневмония. Но из 46% которые поступают в госпиталя с этой пневмонией, обычно это тяжелые случаи. И летальность обычно где-то больше 10% в реанимации, в интенсивной терапии где-то до 30% пациентов умирает от этой болезни. Как правило, подвергаются больше люди возраста больше 50 лет с хроническими заболеваниями, курильщики и так далее. Но могут также и заболеть дети. Резервуары, как мы только что слышали, это, в общем-то, водоемы, это охладители кондиционных систем, джакузи, hot tubs. И, как правило, вот эти outbreaks, они бывают или в госпиталях, или в отелях, или на крузах, в каких-то, могут быть, резортах. То есть, когда массовое количество людей подвергается вот этому влиянию паров воды, аэрозоли, которая заражена этой бактерией. И, в общем-то, в принципе, мероприятия должны проводиться профилактически. То есть, должны быть определенные химикаты, которые в воде содержатся, в водоемах и также в системах охлаждения кондиционных систем. Должны быть... Эта вода должна постоянно обновляться. И, в общем-то, есть определенные CDC. CDC очень серьезно наблюдает за тем, чтобы это предотвращать. А чем отличается пневмония при болезни легионеров от, допустим, пневмонии, которая вызывает ковид? И как вообще распознать, например, на каких-то ранних стадиях это заболевание? Да, да, очень правильный вопрос. Значит, ну, изначально она может ничем не отличаться. Но, как правило, когда пациенты с тяжелой пневмонией попадают в госпиталь, а, как правило, в госпиталь попадают люди в средней или с тяжелой пневмонией, то сейчас есть протокол. Практически всех пациентов с пневмонией проверяют на легионерную пневмонию, легионерную дизиз. И, в общем-то, она вначале может не отличаться. И, в общем-то, даже течение может быть похоже, потому что она приводит к отеку легкому, легкого несердечному, то есть легочный недостаточный, снижение кислорода, и человек может умирать. Поэтому изначально она может не отличаться, но абсолютно, конечно, это два разных заболевания, которые абсолютно по-другому, по-разному лечат. А это относится к так называемым нетипичным пневмониям или нет? А типичным смысле? Да, это, в общем-то, нетипичная, конечно, пневмония. Она лечится определенными антибиотиками. И она, в принципе, лечится порой нелегко. Порой нелегко. Потому что даже при сегодняшнем арсенале антибиотиковой терапии, в общем-то, все протоколы, которые направлены на пневмонию, лечения пневмонии, они, как правило, включают в себя антибиотики, которые лечат и легионерную заболевание. Но, тем не менее, все равно бывают смертельные случаи и тяжелое-тяжелое течение, то есть дыхательная недостаточность, ARDS – это несердечный отек легкого аппарата IVL и так далее. Поэтому пневмония тяжелая, пневмония, которая приводит, может привести к серьезному летальному исходу, к осложнениям. Как правило, еще она отличается желудочно-кишечными проявлениями, то есть, например, понос или какие-то другие тошнота. Когда есть желудочно-кишечные проблемы, также вместе с дыхателями, с пневмонией, это наталкивает на то, что это может быть легионерная пневмония. А какие части всего осложнения после этой пневмонии, и вообще как она лечится только антибиотиками, и как долго? И вообще она оставляет какие-то такие уже, вот как свинец, например, хронические заболевания? Ну, в принципе, если пневмонии подвергаются правильному лечению и пациент поддается лечению, то, в общем-то, последствий не должно быть. Но если человек попадает в реанимацию и у него возникает отек легкого, несердечный, так называемый РДС, то, как все РДС, причин будет очень много, может вызывать последствия, даже необратимые последствия с легочной тканью, там, фиброз и так далее. То есть РДС – это тяжелое, самое, пожалуй, тяжелое осложнение пневмонии или других заболеваний легких, или других системных заболеваний, которые может вызвать необратимые изменения в легочной ткани. Но если человек не доходит до этого, то, как правило, она проходит бесследно, как обычная пневмония. А при такой пневмонии насколько часто бывают случаи, чтобы людей подключали к ИВЛ, например? Ну, вот я как сказал, что приблизительно из 30% пациентов, которые попадают в госпиталь, они попадают в интенсив кей-юнит, и, в общем, можно сказать, что процентов 20-10 подвергаются искусственной вентиляции легких. Сейчас, правда, этот процент ниже, потому что мы используем неинвазивную вентиляцию, то есть интубация – это, в общем-то, крайняя мера. Им делается все для того, чтобы не интубировать. Но раньше, когда неинвазивная интубация особенно широко не применялась, то интубировали очень широко с этой проблемой. А существуют ли какие-то вакцины, например, от этой болезни? Вакцина – нет. Вакцины не существуют. Существуют только, как говорится, профилактические мероприятия, ранняя диагностика и правильное лечение. И, как правило, она проводится довольно-таки длительное время, пару недель антибиотиками. Ну, все зависит от того, насколько эффективно лечение, насколько пациент поддается лечению. А какие еще присутствуют, могут присутствовать опасные вещества в питьевой воде, которые влияют на здоровье и могут привести к каким-то хроническим заболеваниям? Вообще, зачем нужно следить? Потому что сейчас продаются разные тесты, которыми можно определить частоту воды. В общем, зачем нужно прежде всего на что обращать внимание? Ну, любые другие бактерии, такие как кишечная палочка и так далее, они могут присутствовать в воде. Поэтому фильтрование воды, оно очень-очень важно. В частности, есть еще такая бактерия, называется Mycobacterium avium. Я точно не знаю, как она по-русски переводится. Это такая нетуберкулезная бактерия. То есть она из группы туберкулезных. И она часто вызывает хроническое заболевание, особенно у пожилых людей. И это очень большая проблема. Она передается точно таким же образом, как легионела, то есть через водоемы, через джакузи, бассейны, даже через старую неменяемую головку душа, которую, кстати, надо периодически менять. Вот эта Mycobacterium может вдыхаться и попадать в легкие. И эта Mycobacterium не вызывает острого заболевания, она вызывает хроническое заболевание, то есть хронический кашель. Человек может кашлять годами, может вызывать бронхоэктазы. И у людей с хроническими заболеваниями легких она может вызывать серьезные проблемы. Вот люди такие потом попадают к пульмонологу, они начинают терять вес, у них непонятно от чего температура, и выявить ее не так-то просто. То есть а лечение очень-очень проблематичное, потому что лечить эту бактерию нужно полтора года и использовать минимум три антибиотика сразу. То есть это тяжелое заболевание, которое лучше не получать. Оно бывает, в принципе, и в норме тоже. То есть эту бактерию можно найти даже в слюне. Но у людей, допустим, с какими-то небольшими заболеваниями легких, или у курильщиков, например, или у людей с немного сниженным иммунитетом, или у просто людей более зрелого возраста, это может вызвать очень серьезную проблему. Спасибо большое. Я напомню, с нами в эфире был Борис Соголович, врач-пульмонолог. Спасибо за подробную информацию. Ну, а мы идем дальше. Бывший министр обороны Марк Эспер заявил, что США будут в ответе, если Путин прибегнет к ядерному оружию. Цены на нефть подскочили до 87 долларов в среду после того, как ОПЕК-плюс и группа нефтедобывающих стран, в которую входит Россия, сократили лимит добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Американские официальные лица пытаются создать запас оружия на Тайване, опасаясь, что Китай заблокирует остров. Американец иранского происхождения Бакер Намази, которого недавно освободил Иран после 7-летнего заключения, вылетел в Объединенные Арабские Эмираты для срочной операции. Официальные лица США ведут переговоры с нефтедобывающими странами, пытаясь предотвратить резкий рост мировых цен на нефть. Вооруженные силы Южной Кореи совместно с Соединенными Штатами выпустили 4 ракеты в сторону Японского моря. Таким образом, Вашингтон и Сеул ответили на вооруженные провокации Пхеньяна. Как отмечается в официальном сообщении военных ведомств, эти учения призваны продемонстрировать возможность нанесения высокоточных ударов по территории КНДР. Напомним, ранее власти Северной Кореи выпустили баллистическую ракету, которая совершила полет над территорией Японии. Береговые службы страны восходящего солнца отследили ее полет и, по их данным, снаряд упал в трех тысячах километрах от островного государства в Тихом океане. Точное место до сих пор не установлено, однако находившимся в регионе судам порекомендовали на всякий случай не приближаться к неизвестным обломкам на поверхности воды. В Соединенных Штатах запуск баллистической ракеты назвали провокацией. Белый дом выступил с официальным заявлением. Мы решительно осуждаем опасное и безрассудное решение Корейской Народной Демократической Республики запустить баллистическую ракету большой дальности над Японией. Запуск был опасен для японского народа, он дестабилизировал ситуацию в регионе. Эти действия идут в разрез с резолюцией Совета безопасности и организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты продолжат работать над тем, чтобы ограничить способности КНДР развивать свои программы по изготовлению и внедрению на вооружение баллистических ракет, а также оружию массового поражения. В Пентагоне демонстративный шаг Пхеньяна также осудили. В военном ведомстве Соединенных Штатов призвали режим прекратить любые попытки дестабилизировать регион. Также в Вашингтоне порекомендовали совместный ответ, который в ходе учений продемонстрировали США и Южная Корея. Министр Остин провел переговоры со своими коллегами из Японии и Республики Кореи. Они обсуждали угрозы, исходящие от КНДР. В частности, обсуждались их ядерные программы. Мы в очередной раз подтверждаем нашу взаимную решимость обеспечивать региональную стабильность. Запуск боеголовки был явным нарушением резолюции Совбеза ООН. Министр Остин напоминает, что защита Южной Кореи и Японии с нашей стороны нерушима. Мы будем исповедовать этот принцип до конца. Ответ, который последовал на запуск ракеты КНДР, не обошелся без конфузы. Южнокорейская ракета Хьюнмо-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась. Но обошлось без жертв. Командование принесло извинения жителям страны за беспокойство. Ну что ж, вот эти шаги давайте обсудим с доцентом кафедры политологии, заместителем директора Центра войны и мира университета Норвич. К нам сейчас присоединяется в прямом эфире Янгмо Ку. Янгмо, здравствуйте. Я приветствую вас в эфире. И спасибо, что уделили нам время. Спасибо за приглашение. Ну что ж, прежде всего хотелось бы задать такой вопрос. Это, в общем-то, первый случай, когда ракета пролетела на территорию Японии. Почему именно Япония и что таким образом хотел продемонстрировать правящий в КНДР режим? На самом деле, первый раз, когда была запущена ракета на территории Японии, произошло в 98-м году. И также в 2017-м году, когда США и Северная Корея фактически оказались на грани ядерной войны, поскольку Северная Корея запускала ракеты в похожем направлении. Я думаю, что Северная Корея отправляет ракеты именно в данном направлении, то есть на территории Японии, потому что США, Южная Корея и Япония укрепляют свой альянс и свое сотрудничество в сфере взаимной помощи касательно защиты своих территорий. И это своеобразное предостережение от Северной Кореи от наращивания мощи данного военного альянса между тремя странами. Если говорить о Недавние учения также, думаю, спровоцировали запуск данной ракеты. Также Северная Корея продолжает совершенствовать свои ракеты и, естественно, им хочется как-то продемонстрировать, что происходит в данном направлении. Если говорить о ядерном оружии, которым располагает Север, ну, понятно, что точных никаких данных нет, но есть хотя бы примерные расчеты, что оно может вообще из себя представлять? Мы знаем, что с 1992 года Северная Корея продолжает свои попытки разработать действительно ядерное оружие и дипломатические переговоры продолжаются долгое время. начались они с 1994 года и продолжились в середине 2000-х. Однако Северная Корея смогла продолжить эти разработки и многие эксперты считают, что Северная Корея обладает примерно от 60 до 100 боеголовок на данный момент. Ну что ж, спасибо большое. Янг Макку к нам присоединялся в прямом эфире, доцент кафедры политологии, заместитель директора Центра войны и мира университета Норвич. Спасибо за участие в эфире. Ну а мы идем дальше. Спасибо. В Калифорнии дефицит питьевой воды. Местные фермеры терпят убытки, а жителям малых городов в обход действующих законов идут на ухищрения. Например, углубляют уже имеющиеся скважины, потому что новые запретил бурить губернатор штата Гевен-Ньюсом. Тему водного кризиса продолжит моя коллега Диана Лесничья. Вот, вы видите, воды нет. Житель города ферме Томас Чаерс за водой ходит с ведрами. 19 литров на каждый день для семьи из 8 человек. Скважина на его участке давно истощилась. Живительной влагой в итоге с Чаерсом делится сосед. Вода в колодце закончилась. Нас попросили установить резервуары на своих участках, но к нему никто не подключил мою водопроводную систему. Воду привозят моему соседу. Он живет в полутора тысячах футов от меня. Я плачу ему за пользование ею. И за водой мне приходится ходить ежедневно. Воду местные жители используют не только для бытовых нужд. В окрестностях ферме доживет много фермеров. И в условиях засухи они еще терпят и экономический ущерб. По данным Департамента водных ресурсов Калифорнии, в 2022 во всем штате пересохло свыше 1200 скважин. Это на 57% больше, чем годом ранее. В этом году мы фактически потеряли две скважины и это только за последний месяц. Теперь здесь очень засушливо, за водой приходится ездить в другие места. В прошлом году было тоже засушливо, не было снега и выпало мало дождей. Мне кажется, все это повлияло в итоге на подземные источники. Калифорния пересыхает уже третий год подряд. Больше всего дефицит грунтовых вод на себе ощущают в долине Сан-Хоакен. Это сельскохозяйственный центр штата. Отсюда на внешние рынки экспортируют фрукты, овощи и орехи. По данным федерального мониторинга, более 94% территории региона находятся в состоянии сильного или даже экстремального стихийного бедствия. Если посмотреть на ситуацию, которая возникла на американском западе, то там с подземными источниками действительно возникла серьезная проблема. Уровень грунтовых вод снижается, воды на поверхности не хватает, поэтому из недр земли постоянно выкачивают все содержимое. В сложившейся ситуации сверхприбыли получают лишь владельцы буровых машин. В последнее время фермеры становятся в длинные очереди, чтобы позвать их на свои участки. По данным официальных властей Калифорнии, уровень воды в 64% скважин находится на уровне ниже нормы. Нам приходится копать с каждым разом все глубже. У большинства жителей уже давно есть свои колодцы, но в какой-то момент вода и в них прекращает течь. В такой ситуации нам приходится углублять скважину. По данным Министерства сельского хозяйства США, примерно 215 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в этом году остались незасеянными. Причина нехватка воды для орошения территории. Дефицит питьевой воды это не только проблема Калифорнии и США. От него страдает все человечество. По разным данным лишь 2,5% жидкости на земле пригодна для питья и лишь половина из них доступна людям. Остальное находится в ледниках. Кроме того, ежегодно от дефицита питьевых ресурсов в мире страдает более 2 миллиардов человек. Диана Леснича, Михаил Харченко, Александр Ковалев, РТВИ, Нью-Йорк. Лунта, заслуженный профессор гражданской и экологической инженерии, заместитель директора научного центра водных ресурсов при Калифорнийском университете в Дэвисе, присоединяется к нам сейчас в прямом эфире. Я вас приветствую, спасибо, что уделили нам время. С чем связан вот такой дефицит водных ресурсов в Калифорнии? Насколько быстро они истощаются? Тут есть две основные причины. Во-первых, уменьшение количества регулярных дождей. Во-вторых, потепление глобальных температур. Из-за более высоких температур большее количество воды испаряется из-за водоемов и не возвращается непосредственно обратно через осадки. И это такой получается знакнутый цикл, от которого сложно найти противорядие. А если эксплуатировать вот эту ситуацию, экстраполировать вот эту ситуацию на всю Америку, то где вообще дела обстоят худшим образом с водой? В Калифорнии сейчас засуха и прочие штаты запада США не так уж далеки от этих показателей, но на самом деле запад США уже привычен к сухим кондициям, это примерно как в центральной Азии климат. Вот противоположная есть проблема, которая гораздо более волнует другие штаты, это наводнение. В других штатах наоборот, воды слишком много. А существуют ли какие-то научные изыскания либо предложения о том, как можно восполнить дефициты? Вот Калифорния, насколько мы знаем, выходит к океану. Возможно ли, например, внедрить технологии опреснения? В Калифорнии очень изменчивая погода, так называемая гидрология. Есть годы, когда воды выпадает много в виде осадков, есть годы, когда ее не выпадает вообще. И таким образом была налажена большая и сложная система резервуаров и водохранилищ. Тем не менее, сейчас магнитуда этих изменений растет. Можно сравнить с востоком США. На востоке США всегда будут проблемы с ураганами. Вопрос в том, с какой динамикой они изменяют свое состояние. Да, можно добавить больше воды на территорию Калифорнии, но проблема с засухой будет всегда. И я думаю, что на самом деле сейчас мы справляемся довольно неплохо. Ущерб, который мы видим от засухи варьируется от одного до трех миллиардов долларов в год, а экономика Калифорнии это два-три триллиона долларов. То есть это несовместимые цифры, так что на самом деле это лишь капля в море, если рассуждать о денежной составляющей. Ну что, спасибо большое. Джей Лунд был с нами, профессор гражданской экологической инженерии, заместитель директора научного центра водных ресурсов при Калифорнийском университете в Дэвисе. Ну а мы идем дальше. Давай. Спасибо вам. Еще один американец в российской тюрьме в Воронеже вынесли приговор бывшему морпеху Роберту Гилману. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти и дали четыре с половиной года колонии строгого режима. Пострадавшим оказался полицейский. 17 января Гилмана сняли с поезда Сухуми-Москва после жалобы попутчиков на нетрезвого пассажира. В дежурной части, куда доставили американца, его обвинили в нападении на полицейского, после которого у того появились синяки на ноге. Как пишет Рейтер, в суде бывший морпех заявил, что не помнит, что произошло в тот день и извинился и перед полицейским, и перед Россией, но избежать наказания не смог. Кроме прочего, выяснилось, что мужчина нарушил визовый режим, а покинуть Россию не мог из-за того, что испортил свой американский паспорт. Собственно, по дороге в консульство в Москве для восстановления документа и произошел, в общем-то, инцидент. Кроме того, выяснилось, что Гилман хотел получить и российское гражданство. Адвокат американца Валерий Иванников заявил журналистам, что намерен подать апелляцию и будет просить США об обмене задержанными и отбывающими сроки в России американцев. Напомним, в заключении там в данный момент также находится баскетболистка Бритни Грайнер и бывший морпех Пол Уиллан. Ранее на родину в обмен на летчика Ярошенко вернули экс-военнослужащего Тревора Рида. Кстати, последний получил 9 лет тюрьмы за якобы драку с полицейским при задержании. И еще две сенсации из мира моды. Одна технологическая, другая, ну я бы сказала, политическая. Начну с последней. Известный рэпер и экс-муж Ким Кардашьян, Канни Уэст, устроил в Париже неожиданный показ мод-изи, продемонстрировал свою коллекцию девятого сезона, но главное не в коллекции, а в том, что перед тем, как на подиуме появились модели в его одежде, сам Канни Уэст вышел в футболке с надписью White Lives Matter. Он также выступил с речью на тему, что белые жизни имеют значение, впрочем, так же, как и черные жизни и вообще все жизни на планете. Футболка рэпера также была украшена изображением Папы Римского. Кроме того, Канни Уэст не в самых лестных выражениях прошелся и по движению BLM. Этот монолог, как и сам лозунг, в общем, White Lives Matter вызвал настоящий шквал недовольства у сторонников BLM. А среди тех, кто разделяет взгляды рэпера, оказалась внучка Боба Марли Сэлла Марли. Она была среди тех моделей, кто продемонстрировал новый дизайн Канни Уэста со слоганом White Lives Matter. В Париже ну и вторая сенсация поспокойнее. Как я сказала уже раньше в области технологии, но тоже касается моды, платье, которое при помощи спрея делают прямо на человеке. Оно жидкое, автор разработки Белла Хадид, и платье произвело фурор на неделе моды в Париже. Одно из главных фэшн-событий осени стартовало 26 сентября во французской столице и традиционно считается финальной площадкой для показа весенне-летних коллекций следующего сезона. Перформанс с напылением платья прямо на тело супермодели уже назвали технологией будущего, но с 2010 года, когда ее впервые представили публике, массовую популярность в общем-то она не приобрела. Популяризировать ее в этот раз пытались бренд одежды Коперни и производитель тканевых баллончиков с красками Фабрикан. Ставку сделали не только на культовое модное мероприятие, но и на супермодель, конечно, было ходить, появилась на подиуме в нижнем белье и туфлях, затем группа ученых распылила на нее жидкость, постепенно затвердевшую и превратившуюся в настоящую ткань. После дизайнер ножницами придала наряду законченный вид. Весь процесс занял 15 минут, скептики говорят, что в модном мире такой баллончик вряд ли пригодится, а вот в работе военных или спасателей, например, очень даже. Стерильные повязки из баллончика можно быстро нанести на раны и в любых условиях, собственно говоря. Увидеть публику удалось не только, удивить публику удалось не только Коперни при этом. Второй самым обсуждаемым, вторым самым обсуждаемым событием стал показ Балансиаго. Он прошел в прямом смысле слова по колено в грязи. Ее специально привезли на площадку и художественно уложили, а в воздухе распылили вещество со специфическим землистым запахом. Первым по лужам прошел рэпер Каню Вест в жилетке, как у Анатолия Виссермана. Из российских звезд на показе была замечена Рената Литвинова с дочерью. После она написала в своем телеграме «Все мы из грязи вышли и когда-нибудь в нее превратимся». Ну что ж, на такой оптимистичной, я бы сказала, ноте сквозной эфир американский закончился. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok